Привет! Это «Камчатка» с Александром Петровым, и мы продолжаем наши еженедельные выпуски «Камчатка. День за днём», которые рассказывают о том, что происходило в различные годы века минувшего на нашем полуострове. Выпуски готовятся по материалам старых документов и не менее старых газетных публикаций советских лет. И, Боже, вас сохрани! Не читайте до обеда советских газет! Да ведь других нет! Вот никаких и не читайте! Сегодня мы узнаем, что происходило на Камчатке с 22 по 29 июля в разные годы 20 века. Итак, мы приступаем к нашим увлекательным краеведческим изысканиям. Кстати, опять напомню, что «ща» значит «щаранской». Совестливость, рукопожатность, интеллигентность. Треативная партия свободы совестий. КПСС. А мы начинаем наше изыскание в части Камчатского краеведения. 23 день июля 1946 год. Газета «Камчатская правда» публикует небольшую статью помощника областного прокурора Железнова, рассказывающую о подпольном абортарии в краевом центре. Но хотя тогда это был еще не краевой центр. Недавно, пишет Железнов, следственные органы раскрыли подпольный абортарий на базе Махавая. На протяжении нескольких лет гражданка Сучкова производила у себя на квартире аборты. Причем некоторые клиентки Сучковой после неудачных абортов вынуждены были обращаться за медицинской помощью. Суд, пишет помощник прокурора, вынес суровый и справедливый приговор. Сучкова приговорена к 8 годам тюремного заключения и к 3 годам поражения в травах. Дуже ты сраная! К разным мерам наказания присуждены и женщины, сделавшие себе аборты. День следующий, 24 июля 1942 года. Вновь «Камчатская правда» главная газета полуострова. Газета сообщает о сборе теплых вещей среди домохозяек. Газета пишет, равняясь по лучшим людям города, домохозяйки Петропавловска принимают горячее участие в сборе теплых вещей для герамической красной армии. Домохозяйка Старосельцева сдала шапку. Харандясова шапку и пару белья. Товарищи Барбенко и Иванова две теплых рубашки. Товарищи Кучерюк, Скворцова, Назарвай сдали полотенца, салфетки, белье и другие вещи. 25 июля 1963 года. Газета «За высокие уловы» сообщает, что в дни, когда вождь кубинской революции Фидель Кастро, тьфу, тьфу, совершал поездку по нашей стране. На рейде Озерновского рыбокомбината отдал я эль-теплоход «Термез». Рабочие заводы обработали судно очень быстро. Плывут и плывут консервные банки, пишет газета по ленте транспортера. Проходят через закаточные станки, а после термической обработки в автоклавах попадают на склад. И наши кубинские друзья прочитают на этикетках нашу камчатскую марку. Николай Настич, автор этой самой статьи, которая называется, кстати, «Камчатка. Дорогим друзьям», пишет, что в прошлом месяце коллектив консервного цеха Петропавловской шестяно-баношной фабрики завершил выполнение заказа для Кубы. Изготовил 500 тысяч банок рыбных консервов. В июле консервные заводы Усть-Камчатского, Октябрьского, Кировского и Крытогоровского рыбокомбинатов изготавливают для революционной Кубы консервы из лосося. Ну, конечно, русские должны голодать. Черножок дорогих нерусских братьев страна должна кормить. Ничего не изменилось и в наши дни. Для русских ничего. Для... ...все. А мы продолжаем наши прогулки по старым событиям. 26 июля 1975 года. Газета «Аллиутская звезда», кстати, до сих пор выходящая в селе Никольском на острове Беринга, пишет о том, что кандидат исторических наук Роза Гавриловна Лепунова прочла лекцию «Искусство Аллиутов XVIII-XIX веков». И прочла она как раз для жителей села Никольского. Лепунова в то время находилась на командорах для сбора, как пишет газета, дополнительных материалов по народной медицине, фольклору, празднества. 27 день июля 1919 год. В газете «Камчатский вестник» опубликован стихотворный фильетон «Бесы», подписанный псевдонимом Данилыч и сочиненный как бы в подражании пушками. Мчатся тучи, вьются тучи, Даль грядущего темна, Впереди декретов кучи и голодная страна. Позабыв мечты о воле, Ищут все насущный корм страшно, Страшно поневоле в обстановке новых форм. Ну, пошел, ямщик, Неблизкой путь нас ждет, Рассудок пьян. От декретов большевицких В голове у нас туман, Пло, тошно, плохо нам до смерти, Сбились мы, что делать нам? Большевик Россию вертит И кружит по сторонам, Посмотри, вон, вон, Кидает фразы полные огня, Вот теперь он называет соглашателем меня. Вот декретом идиотским Он свиригнул предо мной, Вот мелькнул бронштейном троцким И пропал во тьме ночной. Мчатся тучи, Вьются тучи даль грядущего темна, Впереди декретов кучи и голодная страна. И так далее. Остальное вы прочитаете По ссылке внизу На одноименном канале Камчатка с Александром Петровым На сервисе Яндекс.Зен. 28 день июля 1917 года Камчатский листок Публикует объявление Продают саникелированный самовар, Фотографический аппарат С принадлежностью и вековод с туалетом. Справится в квартире Бывшего вице-губернатора. Тот же самый день, 28 день июля, Но уже 36-й год века минувшего. Главная газета полуострова Сообщает, что в Петропавловск, Трибы, Оператор союз кинохроники «Глаз», Снимавший на Камчатке В 34-м и 35-м годах Киноочерки «Командорские острова» И охота на китов. Кинооператор «Глаз» Пишет газета Намерен заснять на полуострове Два киноочерка «Лов в Крабовоходском море» И «Советская Камчатка». Первый им уже заснет. В очерке показана работа Первой советской краболовной флотилии. Своё пребывание на западном полбережье Товарищ «Глаз» использовал И для съёмок отдельных эпизодов Из второго очерка. Им уже заснят Микоеновский комбинат И процесс слова И обработки рыбы. Это точно. В Петропавловске Будут засняты Парк культуры и отдыха, Виды, Порт, Строительство судоремонтного завода. В Быстринском национальном районе, Куда оператор выйдет По окончании съёмок в городе, Жизнь и быт Ламутов. В ключах вулканологическая станция, Лусь-Камчатка, Консервный завод. Ну и газета Завершает информацию О визите кинооператора Фраза. Таким образом, К своему 15-летнему юбилею Мамчатка приобретёт Два новых киноочерка. О каком юбилее, простите, речь? Неужели Мы отсчитываем существование Полуострова От 21-го года 20-го века. То есть от почти полной Большевистской кровавой победы. Но это не точно. Неужели Камчатки не было до этого времени? Да, впрочем, этот вопрос Риторический. Ну и последняя публикация, С которой мы познакомимся сегодня, Это публикация из газеты Каякской коммунист Из номера от 29-го июля 1966-го года. Станислав Алёхин Публикует заметку В гости к пленеводам. К оленеводам колхоза Путь и Леча, Пишет Алёхин, Отправляются участники Корякского национального ансамбля. Руководитель ансамбля Гиль Говорит, что перед ансамблем Стоят сложные задачи. Они должны непосредственно На природе посмотреть За движениями оленей. А потом использовать это В своих подражательных танцах. Кроме того, танцоры хотят Лучше изучить быть пастухов Для того, чтобы изобразить Это в своем творчестве. Между прочим, в 66-м году Еще не было названия «Мэнго». Мы видим здесь только название Корякской танцевальной ансамбля. Теперь, как вы уже привыкли, Ставьте лайки. Если вам Один раз в неделю Нравится узнавать, Что происходило в разные годы Веки минувшего В эти дни на полуострове. Пишите комментарии. Не забывайте, что Один раз в месяц Я провожу среди подписчиков канала Розыгрыш Розыгрыш какого-нибудь Моего фотоальбома О Камчатке Для того, чтобы участвовать В розыгрыше Нужно просто-напросто Оторвать от сердца денежки Посильную для вас сумму И сделать пожертвование Так называемой донат На номер карты Которую вы найдете В описании под роликом Ну а если вы здесь впервые То, пожалуйста, выполните Вот эти вот рекомендации По подсказке В правом нижнем углу кадра Для того, чтобы не пропустить Новые видео На канале До свидания